14 января Заречная завалилась снегом. Коммунальные службы ведут активную борьбу с последствиями непогоды. Только за один день было вывезено около тысячи кубометров снега. На улице города была выведена вся специализированная техника комбината благоустройства. Усилен весь коллектив. Мы, значит, вчера во вторую смену у нас должна была она закончиться в 23 часа, она закончилась в 0.30. Мы на полтора часа продлили. Сегодня она началась вместо пяти часов утра, началась в четыре часа утра. Магистрали основные мы сейчас поддерживаем в рабочем состоянии, они все очищены. На сегодняшний день, вы видите, мы и вывозим, но такое количество снега, конечно, даже с привлечением стороннего транспорта, мы за короткий промежуток не сможем вывезти. Просто техника, она, ресурсы не безграничны. Но пока справляемся, я думаю, мы нигде коллапс никакой не устроим. Первоочередная задача коммунальных служб – расчистка самых загруженных машинами центральных улиц города и тротуаров. Но работе коммунальщиков часто мешают автомобили, припаркованные под запрещающими знаками. Если дорога заставлена автомобилями, то спецтехника не сможет ее качественно почистить. Самые проблемные для зареченских коммунальных служб – улицы Братская, Озерская и проспект «30-летие Победы». Здесь даже установлены дорожные знаки, запрещающие стоянку машин в определенное время. Но не все автовладельцы обращают на них внимание. Пожалуйста, не оставляйте машины там, где не надо. Смотрите все-таки на знаки. И же вам будет потом легче ездить. Большая просьба к автолюбителям все-таки понять нас, отнестись с пониманием и постараться машины в гараже оставить. Или хотя бы немножко в эти такие вот сильные снегопады не ездить на машинах, если это касается перемещения внутри города. Если горожане будут убирать свои автомобили с проезжих частей, то ликвидировать снежные заносы коммунальщики смогут еще быстрее и качественнее.